Друзья, всех приветствую снова на канале от первого лица. Возможно, с удивлением вы обнаружите, что с этого ролика какой-то тип попал в кадр и что-то вещает. Почему? Потому что до сегодняшнего момента вы видели только движуху, которую я снимал на GoPro перед собой. Я решил, что на самом деле, когда человек есть в кадре, его есть фейс и в принципе вы понимаете, кто вещает. Это, мне кажется, более интересно и более как бы близко. Сегодня я разместил объявление о продаже своего велосипеда. Я думаю, это такой шаг вперед на то, чтобы отказаться от вело. И перебраться полностью на моноколесо. Сегодня я хочу с вами порассуждать, поделиться, возможно, какими-то знаниями, опытом, какими-то наблюдениями. На предмет того, покупать ли новое моноколесо или можно купить БУ. Напомню, кто, может быть, не смотрел, кто впервые меня видит. Паша, меня зовут Паша Клымок. Моноколесо мое первое было это Inmotion V8. Сейчас это KingSong 18L. Суммарно я проехал примерно около 800 километров. Может быть, чуть меньше, нужно будет посчитать. Половину на V8, половину на 18L. За окном у нас 12 ноября. Погода позволяет ездить как на скутере, как на моноколесе, так и на велосипеде. Никаких пока что заморозков нет. Хотя количество двухколесных, количество одноколесных уменьшилось в разы. Несмотря на мой относительно небольшой пробег на моноколесе, около 800 километров, я уже катаюсь около 10 лет, может быть, даже больше на велосипеде. Катался на самокате, на арендованных. И около, я думаю, что больше 10 лет у меня есть водительские права, категория А, категория Б машину. Поэтому в своих видео я постараюсь как бы смотреть на проблемы, рассуждать. Не только с точки зрения велосипедистов, вот, встали на велодорожки. Ну и, возможно, со стороны водителей тоже. Призываю вас, если хотя бы крупица текущего видео было для вас полезна, вам показалось интересным, то обязательно поставьте палец вверх. Это будет свидетельствовать о том, что я эти видосы снимаю не зря. И это будет мотивация, пинок под зад для того, чтобы я снимал какие-то новые видеоролики. Канал, как вы видите, свежий, новый. Если вам заходит, буду рад об этом узнать, услышать обратную связь в комментариях. Особенно от моноколесников. А, возможно, кто-то смотрит, кто еще не является моноколесником. Итак, покупать БУ или покупать новое моноколесо. Я сразу оговорюсь, что БУ, любую вещь, если вы подходите к вопросу с делом, да, вы рассматриваете со всех сторон качество, в БУ вещи ничего нету страшного. Будь то сноуборд, будь то колесо, машина, автомобиль, велосипед, ничего в этом страшного нету. Но нужно выбирать, как бы, и смотреть техническое состояние, скрипит, не скрипит, хрустит, не хрустит, были пробоины, затапливало, не затапливало. Конечно, без разбора, да, как машину, когда человек покупает, он может поднять на СТО и посмотреть, что там снизу. Колесо без разбора довольно-таки сложновато это все оценить. Но, так или иначе, если я бы был на вашем месте, если вы только планируете покупать моноколесо свое первое, я бы смело покупал БУ, как я точно так же делал и в своем случае. Первое мое моноколесо для учебы, я ни разу не стоял на моноколесе, я увидел на велодне в Киеве ребят, которые приехали на моноколесах, раньше такого не было, ну, как-то единичные случаи. И я задумался, блин, интересная вещь. Я катался на сноуборде, катаюсь на сноуборде, на серфе, на вейкборде. Блин, как же попробовать моноколесо? В аренду взять его негде, хотя бы по той причине, что на моноколесе нужно учиться. Купил V8. Купил V8, чисто попробовать. Пойдет, не пойдет, понравится, не понравится. Купил V8, в принципе, в нормальном состоянии. Я не, на тот момент, если я не ошибаюсь, оно стоило полгода назад где-то 12 тысяч гривен. Покатался, понравилось. Стало не хватать уже через месяц-два скорости. Не хватать стало динамики и колесо, которое проезжает с моим весом, да, там 70 килограмм, около 25, если мне не изменять память километров. Это маловато, не говоря уже, не, вру, не 25. Оно было максимум 50, а проезжало там около 30, не как где-то 35. Ну, это такой, знаете, это кружок такой от дома, там через набережную, там по Тухановому и все, и приехали. Один раз я даже его нес почти в руках, потому что село в ноль. 35 километров проезжало. Скорости тоже не хватало. Поэтому было принято решение прошлому на колесо продать. Благо оно, в принципе, для новичков отлично подходит. Оно не убивает, ну как, любое колесо убиваемое, но поменять защитные накладки в Inmotion вообще-вообще не проблема. И присматривал, смотрел форумы, смотрел телеграм-чат, смотрел моносекту. Решил, что один из наиболее таких вариантов, цена, качество, скорость, километраж, это Inmotion V8. Фу, Inmotion, да, что ж такое? Это Kingsong L18, 18L. Я живу на четвертом этаже без лифта, поэтому 18XL, который проезжает больше и весит, соответственно, больше, это, конечно, хорошо. Но таскать на четвертый этаж иногда сложновато. В одном из следующих видеороликов, если вы точно так же, как и я, страдаете от отсутствия лифта, я запишу, как затягивать, закатывать колесо по ступенькам, не поднимая его, не отрывая даже от земли. Если хотите, поставьте, дайте мне обратную связь в комментах. Текущее колесо. Тоже я покупал БУ. Я покупал БУ, если мне не изменяет память, за 1000 баксов. То есть это примерно где-то 28 тысяч гривен. 28 там с копейками. У человека, который апгрейдил, покупал уже, там, то ли V11, там, не помню какое, или с амортизатором он хотел попробовать. Колесо, конечно, по сравнению с V8, это танк. Но оно едет до 100 километров. Ни разу я его не выкатывал в ноль, но максимум я там проезжал, что у меня оставалось, ну, может быть, процентов там 20. То есть километров 30, не буду врать, оставалось. Но это нужно постараться, чтобы 100 километров по городу выкатать. Скорость до 50 километров в час. Никаких проблем, в принципе, с разгоном нет. С поднятием педали ни разу у меня не было. Я себе поставил ограничение, но чтобы не убиться, да. Это 40 км, 40 километров в час. И, соответственно, оно начинает пикать, да, давать обратную связь, что, чувак, притормози уже где-то на 35, если я не ошибаюсь. 35, потом 37 и потом 40. И потом уже педали поднимает. То есть 40 это максимум. С 35 оно уже информирует. 35, 37 и 40. Для города это более чем. Тоже БУ. Подушки. Шипы. Сам поставил в одном из видеороликов. Я об этом напишу. Напишу. Расскажу, как поставил шипы. Кто боится или кто еще не знает. Итог. Этого повествования. Первое. Это познакомиться с вами. Потому что это первый видеоролик, где я свечу лицом. Второе. Сказать о том, что БУ моноколесо это нормально. Не обязательно покупать новое. БУ данное 18L. Я покупал 2500 км. 2500 километров. Колесо, я думаю, что до 5000, до 7000. Оно в принципе не требует никаких вмешательств. Единственное, что смотрите, какой у вас версии. Первый, второй. Какой пластик внутри. И какое колесо вы покупаете. Есть ли там уже герметизация. Усилены ли там стойки. Не разваливаются ли педали. Есть ли индикация нормальная. Есть ли заглушки. А все остальное то же самое, как у нового. Не будем затягивать. Если у вас есть какие-то комменты по поводу БУ. Возможно, вы сталкивались с какой-то проблемой. Купив БУ моноколесо. Обязательно дайте обратную связь в комментах. До новых встреч на канале в новых видосах о моноколесе. Субтитры сделал DimaTorzok